Десятое место. Фильм «Реальная любовь». Любовь повсюду, она витает в воздухе и не знает возраста и пола. В кануле Рождества 2003 года любовь напомнит о себе каждому. И старейшему рокеру, который записал ремейк старого хитая, теперь надеется вернуться на первой строчке национальных чатов. В молодой жизни, которая чувствует себя неловко из-за поведения лучшего друга и ее мужа, милого парня, который почему-то не хочет искать с ней общий язык, и популярному писателю, отправившемуся на юг Франции, чтобы обрести вдохновение и в тишине и покое поработать над новой книгой, и новому премьер-министру, который только что вступил в должность и познакомился с одной неуклюжей, но симпатичной и милой сотрудницей, и школьнику, участвующему в театральной постановке, и влюбившемуся в одноклассницу, и его отчиму, который после смерти жены пытается найти с мальчиком общий язык. И пайры стариков, работающих на съемочной площадке, и многим другим, тем, кто стремится найти свою вторую половинку. Девятое место. Фильм «Санта Клаус». В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Келвин случайно сталкивается со своей крышей странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло и оказывается на северном полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса, который в данный момент лежит возле дома Келвина и не может выполнять свои обязанности. Он соглашается, но одно дело напялить на себя костюм и плясать с детишками, и совсем другое быть настоящим Сантой, когда у тебя на самом деле растет борода, пузо и на глазах сидеют волосы. Такого веселого Рождества у него еще не было. Восьмое место. Фильм «Кринч. Похититель Рождества». Рождество – это чудесный праздник, который просто обожают жители сказочного Ктограда. Да и кто не любит это время года? Время, когда все вокруг покрыто пушистым снегом, когда вокруг пахнет елкой, а люди обмениваются подарками. Вообще-то есть такое существо – зеленый и мохнатый Гринч, живущий на горе в обществе своего единственного друга – пса Макса. Над Гринчем всю жизнь смеялись за внешности, так что не стоит удивляться его мерзкому характеру или тому, что Гринч планирует жестко отомстить за обиды. Каждый год Гринч невероятно раздражал то, как обитатели Ктограда радостно отмечали Рождество, так что он решил отомстить им, украв не что иное, как Рождество. Теперь Гринч весь в заботах, надо подготовить свое идеальное преступление и позаботиться о том, чтобы никто не вставал на пути. Седьмое место – фильм «Елки». Канун Нового года возможно все что угодно, ведь это самое подходящее время для настоящих чудес. Начинаются чудеса с того, что маленькая Варя, живущая в Калининградском детдоме, рассказывает ребятам, будто она дочь президента, а потом еще и обещает доказать это заявление. Отец якобы поздравит ее с праздником. Конечно, ни на что подобное надеяться не приходится и Варя, боящаяся позора, решая сбежать из детского дома. Но на помощь к ней приходит друг Вова, который знаком с такой штукой, как теория шестерукопожатий. Согласно этой теории, между любыми двумя людьми можно провести цепочку не более, чем из пяти знакомых. И Вова решает это использовать. Он звонит выпускнику детдома, который должен стать первым звеном на пути к президенту. Так, кодовая фраза, которую должен сказать президент, на всю страну начинает свое путешествие. Ее передадут молодым сноубордистам, известной певице, выдающему себя за миллиардера вору и другим совершенно случайным людям. И не важно, сколько их будет, главное, чтобы сообщения доставили вовремя. 6 место. Фильм 4. Рождество Рождество – это праздник, который подходит далеко не всем. Если точнее, он не подходит Брэду и Кейт. Двум молодым людям, которые вот уже три года живут душа в душу, делят общие интересы и понимают друг друга с полуслова. Чем же им не угодило Рождество? Все очень просто. Рождество сближает семьи и побуждает людей видеться с родными, а Кейт и Брэд этого не хотят, причем по двум причинам. Во-первых, их родители развелись, и отмечание Рождества, если вовремя не уехать из страны, рискует превратиться в болезненный выбор между четырьмя домами, ни один из которых молодые люди не хотят посещать. Но, во-вторых, Брэд и Кейт вообще не приемлют брачные узы и сами не собираются жениться, обсуждать это с родственниками не хотят. Однако им приходится пересмотреть многое из своих взглядов, когда улететь на Фиджи и провести там рождественские каникулы не получается, и молодым людям приходится отправляться сразу на четыре Рождества. Да, это будут безумные каникулы. Пятое место. Фим Семьянин. Чтобы вы предпочли быть президентом крупной инвестиционной компании, жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последние модели Феррари и при этом оставаться холостяком, или работать продавцом автопокрышек у Большого Эда, покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному городу на вместительном и еще не очень старом минивене. Не спешите с ответом, ведь недаром судьба в виде обтолбанного чернокожего Деда Мороза преподносит Джеку шанс попробовать оба варианта. И поверьте, несмотря на обилие комических ситуаций, которые теперь являются неотъемлемой частью его жизни, Джеку предстоит непростой выбор. Четвертое место. Фильм «Поменяться местами». Ливи Суинтроп, третий респектабельный бизнесмен с Уолл-стрит, прекрасно справляющийся с управлением прибыльной компанией и готовящийся к свадьбе. В его жизни все идет своим чередом, и ничто не предвещает проблем. Только вот однажды пожилые, но очень капризные братья Дюк, являющиеся его боссами, заключают между собой странные пари. Дело в том, что один из братьев уверен в способности каждого управлять компанией, независимо от уровня образованности. Видев на улице мошенника по имени Билл Рэй, который просит милости, не притворяясь безногим коллегой, и порой подворовые братья Дюк задались вопросом, что получится, если поменять местами двух столь непохожих людей. Третье место. Фильм «Один дома». В семействе МакАлистера, в живущем пригороде Чикаго, так много детей, что родители как бы не старались, не могут следить за ними всеми. И когда к ним приезжают родственники, кстати, тоже весьма многодетное семейство, чтобы вместе отправиться в Европу и встретить там Рождество, на утро все забывают о 8-летнем Кевине и вспоминают о нем уже в самолете. Проснувшись в одиночестве, Кевин решает с пользой потратить время. Пока его мама сходит с ума и пытается купить обратный билет на самолет США, он развлекается на полную катушку, смотрит фильмы про гангстеров, покупает в магазине свою любимую еду, делает все, что его душе угодно. Кевин пока не знает, что не он один решил извлечь пользу из каникул. Парочка бандитов облюбовала дом МакАлистера, чтобы ограбить его в период праздников, и поскольку они знают слабые места охранной системы, помешать им сможет только маленький мальчик, а Кевин, решивший защищать дом до последнего, сооружает хитрую систему ловушек. На втором месте фильм «Эльф». Один мальчик по имени Бадди Хоббс из приюта когда-то забрался в мешок Санта-Клауса и таким образом оказался на Северном полюсе. В итоге он стал приемным сыном одного из эльфов Санты. Когда же Бадди вырос и узнал, что его усыновили, он захотел вернуться на родину в Нью-Йорк, чтобы отыскать родного отца. Рослому парнишке в облегающих лосинах или зеленой шапке удалось найти отца, но оказалось, что того интересует только бизнес. К счастью, Бадди познакомился со своим братом Папапе и мачехой, а еще с обворожительной красавицей, которая по-настоящему верит в его невероятную историю. Это смешное, немного наивное и очень доброе кино воскрешает веру в рождественское чудо. На первом месте фильм «Семья на прокат». Сэм Пол довольно состоятельный и успешный предприниматель. Главный герой этой драмы не обременяет себя серьезными отношениями и развлекается с девушками, меняя их как перчатки. Сэм собирается продать одну из своих компаний и скоро выясняется, что некий мистер Дель Кампа готов пойти на сделку. Проблема в том, что деловой партнер планирует несколько дней погостить у Пола, которого он почему-то считает идеальным семьянином. Кресс-секретарь Сэма уговаривает его нанять актера, в который сыграет его жену и ребенка, и он с ней охотой соглашается. Все кастинги проходят неудачно и нанятые актеры играют довольно неубедительно. Пола уже начал терять надежду обрести временное семейство, но неожиданно в дом вбегает девочка Зои, которая частенько оказывается в неловких ситуациях. Как оказалось, малышка подумала, что дом Сэма имеет отношение к какой-то сказке. Следом за девочкой появляется с извинениями ее мама, и пресс-секретарь Сэма понимает, что кастинг нужно немедленно завершать. Так чем же закончится эта авантюра? Вы посмотрели топ-10 моих самых любимых новогодних фильмов. Обязательно пишите в комментариях, какие у вас самые любимые новогодние фильмы. Может быть, вы любите пересматривать какие-то сериалы на Новый год. В общем, все пишите обязательно в комментариях. Мне также будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, заберете это видео к себе в избранное, или поделитесь этим видео в своих соцсетях. Также мне будет очень приятно, если вы напишите положительный комментарий и подпишитесь на мой канал. И, кстати, если вы хотите получить какие-нибудь скидки в разных интернет-магазинах, то читайте всю информацию под видео. Ну и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok